дорогие мои зрители и гости моего канала вы на канале просто шелпан просто вижу и я рада приветствовать вас меня зовут шелпан я живу в жарком городе шимкент казахстане если на данный момент вы меня смотрите без подписки то прошу вас подписаться на меня ставьте ставь вот заговариваюсь ставьте пальчики вверх это поможет продвижению моего канала и в этом видео будет конечно все только о вязании и всего лишь чуть-чуть я вставила сюда своих будней потому что мои будни и так и продуктивные как хотелось бы поэтому чтобы вы знали как живет простая казахская женщина я вставила сюда кусочек приятного просмотра берите чайок кофеек и смотрите и наслаждайтесь всем привет сегодня у меня вторник и сейчас на часах 11 часов дня и у меня на повестке дня приготовить сегодня пигоди и знаете у меня такая дилемма вот я замесила тесто это был просто один пока что замес потом я буду его несколько раз замешивать повторно чтобы он стал мне воздушным ой теперь мое сердце разрывается между вязанием и готовкой разрывается вот мне надо сделать видео с этим кардиганом и спрятать кончики специально хочу зафиксировать это все показать вам что стоит через что стоит пройти чтобы получить вот такой вариант здесь у меня уже кончиков нигде нету все в идеале спрятано здесь вот посмотрите миллион кончиков а еще еще можем сейчас я вам покажу ужасную картину опа перешли сюда на такой короче ковардак и сейчас я занимаюсь не штопкой а сборкой носков я потом вам все покажу так девочки смотрите я не могу без это ну без дела сидеть несмотря на то что мне там ждет целая чашка теста я снимаю на камеру я снимаю видео можно потише вот видите я сейчас говорю я не могу снимать видео когда дома все есть так вот я порвала эту тесную связь с тестом и решила и докончить вот эти носочки конечно они у меня сборные но думаю зимой на когда вот будет прохладно но осенью в питере да и сейчас кажется там уже прохладно носить их мне кажется будет нормально поэтому я их докончила но это есть довязала и сейчас у меня предстоит вот такая работа вот у меня есть такой тоже таких военных времен паровой утяжок которые меня удачно на базаре когда я торговала поломали не смотрите на это это не отходит эти всякие пятна это у меня все осталось с рынка и сейчас я должна отпарить вот этот такой кусочек здесь у меня 6 сантиметров я это быстренько связала на машинке а сейчас буду дальше вязать на спицах знаете что это это в кой в кои-то веке моя старшая дочь попросила у меня что-то вязаная и что это будет я вам чуть попозже покажу вот она меня попросила и теперь она каждый день стоит сзади меня прям мне в затылок об этом постоянно напоминает мама вы связали мама вы связали поэтому я сейчас решила между процессом с пигодями вязать вот это вот это изделие так вроде бы я все приготовила все что хотела показать ну раз все готово начнем приветствую вас дорогие зрители и гости моего канала вы на канале просто шелпан просто вижу и я шелпана рада приветствовать вас надеюсь вам сегодняшнем видео все понравится дорогие мои друзья мои хорошие рукодельницы мои подруги я сегодня решила записать видео потому что у меня те изделия которые я показывала в том визуальном влоге в понедельник надеюсь да в понедельник я их вместе с моим красивым кардиганом деда отправлю в Россию так сейчас минутку что-то кондер дует очень на меня сильно минуточку в сегодняшнем видео в принципе у меня накопились несколько вязаных изделий я их вам сегодня покажу и поделюсь своими планами дорогие мои вы я недавно в сообществе делала запись о том что я хочу снять видео чтобы вам было удобно на выходных его посмотреть и к записи я прикрепила фото фото вы видели да там там была я и кажется еще я сделала фото где моя нет 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 я в сообществе показала кардиган деда на своей дочери а в коротких видео вы наверное видели в моем исполнении так вот девочки я связала кардиган деда на заказ для виктории в том видео я также вам показываю говорила о ее странице чтобы вы посмотрели на ее тоже идеальные красивые изделия вязаные изделия но для меня честно этого как бы считается это мне льстит это похвала то что сам мастер идеальный мастер заказал у меня этот кардиган не буду томить вот кардиган деда полностью готов так сейчас минуточку чуть-чуть от камеры подальше отойду на заднем фоне у меня нету кровати я ее продала теперь мы лежим на полу но ничего страшного скоро придет ко мне красивая кроватка смотрите девочки кардиган я связала связала его полностью на машинке но но я прикреплю фото свое который я такого же наподобие кардигана мой первый кардиган деда который я связала руками я прикреплю вы увидите посмотрите и оцените и вот посмотрите вот такое изделие у меня получилось очень красивый цвет в том видео я говорила расцветочку если не ошибаюсь то расцветочка 480 это ализе суперлана миди ниточка белая отделка тоже ализе суперлана миди 55 расцветочка под номером 55 так после того как я опубликовала эту запись с фото с этим кардиганом мне поступил запрос о том как я его вязала от татьяны владимировны татьяна владимировна вы знаете эта моделька давайте по спинке покажу в ней ничего сложного нету когда я вязала ручками я вязала на спицах кажется пять с половиной потому что я вижу ну я не скажу что плотно вяжу оно расхлябанное иногда бывает потому что я всегда же разрываешься между вязанием там там ты же не садишься и полностью четыре часа ты посвящаешься себе на сто рядов нет в моем случае я всегда вяжу отрываясь от вязания короче и вяжите простое квадратное полотно у меня здесь сто двадцать петель потому что я вяжу как бы в оверсайз варианте поэтому здесь у меня набрано сто двадцать петель и вяжите просто нужную вам длину между рядами у меня двадцать два ряда между вот этими полосками двадцать два то ли двадцать четыре то ли неважно вы можете хоть как вязать и вот вяжите вы просто полностью вот например резинка двадцать рядов у меня да резиночка идет и эту резиночку я вязала на машинке но перебирала я ее потом спицы ой крючком чтобы сделать это изнаночную лицевую резинка один на один потом вот видите белая полоса один ряд затем вы просто между рядами вот например 20 петель у меня у меня рука же заболела вот смотрите 20 петель вот 20 петель делай 20 лицевых одна изнаночная 20 лицевых одна изнаночная и так вы вяжете целое полотно до скоса плеча видите у меня здесь скос плеча имеется скос у меня здесь был по 6 петель вроде да ну короче тут тоже это вы все просто рассчитывайте сами можете сделать скос плеча 10 петель так разворотными рядами вязать и все а потом это уже вы просто у меня даже на канале есть мастер-класс как я это вывязываю крючком лицевую такую петельку и все здесь также вот например я набрала по 56 петель на полочке и просто вверх вязала просто в определенном ряду вы мерите на себя и в определенном ряду делаете вот такие убавки для в-образной горловины вот и все ничего сложного нету рукава также я когда в своей версии изначально когда я вязала спицами я вязала вот просто и набирала из проймы пройма у меня тут никакая не там не это просто прямая пройма вы это все набираете здесь то я все-таки на машинке набирала и также просто вяжите также вот так белые полосы и вывязывайте потом вот эту саму лицевую петельку сейчас я вам покажу если будет сейчас видно видите лицевая петелька идет на она незаметно она как будто петелька сама такая как будто вы интерсии вязали и все также у меня на канале татьяна владимировна есть способ моей кит ловки планки к изделию вот здесь моя планочка связана полой резинкой все ничего сложного нету я например не вижу вот так в круговую планочку я набираю например отсюда вот так вижу вижу прикрытие кит ловую потом дохожу до части вот этой да вот тут же у меня видно даже шовчик а потом вижу уже с другой стороны я не нравится когда все петельки смотрят одинаково вот такой кардиганчик я связала для виктории он у меня уйдет в понедельник сегодня я иду на почту чтобы узнать расценки а насчет тут этого кардигана у нас же все-таки сейчас не бесплатно же почта идет доставка в россию тоже стоит какую-то сумму я должна все это уточнить и узнать вот этот кардиганчик я связала для вики если есть желающие девочки пишите с удовольствием свяжу потому что это классная моделька я не буду говорить что я автор это что мое изделие я не буду себя бить в грудь что это все по моей короче индивидуальный какой-то там это фантазии это связалась потому что это все вяжется это все вяжут эти квадратики сейчас у всех почти что просто я сама назвала его кардиган деда и к нему я связала вот такую повязочку также у меня в коротких видео вы видели как смотрится повязочка на мне надеюсь что и у виктории она будет идеально смотреться здесь просто вяжется можно спицами я это связала на машинке здесь просто вяжется такой длинненький шарфик вы измеряете по своей голове и потом это таким перехлестом пришиваете вот я здесь пришила ну тут конечно видно шов его никак не спрятать это все равно будет видно сейчас на себе продемонстрирую вот девочки смотрите в таком варианте вариант чалмы там как его по-разному его называют там жасминка чалма вот на осень думаю самый идеальный вариант например у нас в казахстане именно в моем регионе у нас сейчас жара плюс 50 ну бывает что в 45 тогда но вот три недели это было не невероятно жарко зимой в повязках можно спокойно ходить вот такую повязочку я связала и в дополнение я спросила у вики вика у тебя все-таки я вижу что у тебя головные уборы тоже имеются на страничке как ты думаешь связать тебе беретку на что она дала согласие и поэтому я связала ей вот такую таблеточку это не вот такой большой блинчик это просто такая таблетка чисто декоративного варианта у нас например в моем регионе это можно носить и зимой но думаю для россии для москвы это конечно будет холодновато но я решила что вот так по модничать по создать свой стиль думаю очень даже красиво голубой берет здесь цвет такой красивые посмотрите у меня вообще форма моего моей головы анатомическая форма она под любой головной убор подходит как вам девочки если вам понравилось обязательно пишите в комментариях мне будет очень очень приятно этот вариант можно носить и так как я делаю так и сейчас мы не смотрю на камеру сейчас смотрю на себя можно закрыть ушки и носить вот в стиле там клеопатра или как это я в каком-то фильме видела можно в таком варианте если сюда ношить какие-то цветочки тоже идеально можно носить просто в таком стиле такой девочки такой скромной маленькой девочки да тут любой вариант можно я знаете я вообще не не парюсь насчет стиля мне нравится все болды если мишелпа не понравилось она будет носить так как захочет и не будет смотреть как на меня смотрят другие окружающие вот смотрите так с ним я похвасталась с беретом с повязкой с кардиганом я похвасталась так теперь теперь ладно давайте я буду по очередности как бы показывать так как я до этого показывала видео вам о свитерах для насти санкт-петербурга мы с ней тоже советовались и из-за того что она не любитель головных уборов любит в принципе но не в таком плане как вот эти беретки она с ней посоветовавшись решили что свяжем носки до этого я не помню я вам показывала носки на машинке я и вручную связала носки но честно это не мое оказывается я не могу вязать носки очень там для меня это очень сложно поэтому я попробовала связать носки на машинке так вот в таком варианте носочек у меня здесь две ниточки здесь ниточка alize lanagold classic и одна ниточка lanagold 800 это у меня остаточки в принципе моделька очень удобная блин ее связать только всего лишь 10 ну 15 минут если там никто не мешает да и и все по типу вот таких слитков пытаюсь сделать анатомическую форму ноги так подождите вот наверно вот так более-менее ну ладно да не суть вот вот такой следок получился у меня и я решила что я свяжу насти вот такие слитки чтобы связать вторую пару у меня к сожалению не осталось этой ниточки эта ниточка кстати была для ее я использовала на свитер ее с косами поэтому я сделала сборную солянку сейчас я вам покажу вот вот такие носочки у меня связались для ее супруга они конечно у меня связаны в таком какой то я не знаю почему так получилось здесь у меня в четыре сложения lanagold 800 здесь у меня lanagold fine одна ниточка и одна ниточка суперлана тик да ализе суперлана тик вот эта часть здесь у меня ализе суперлана миди белая часть а вот вот эта часть то что осталось от свитера это ализе lanagold classic ну посмотрите вот такие слитки для дома думаю мне это не критично да если вот такие что тут не функция красоты должна быть а функция теплоты именно и она не сказал что размер у нее 43 44 каждого супруга но я думаю это большой размер в принципе они тянутся это мои вот пробные носочки на машинке silver вид лк-150 ну посмотрите какие они классные я своим близким показала не то что почему ты нам такие не вяжешь вот мой сын например так и сказал так это носочки номер один затем я связала вот такие черненькие носочки это нас слитки здесь видите я сделала как бы удлинила вот именно вот сам вот этот как называется по голенок да ну короче я чуть-чуть их удлинила и а здесь я вязала уже по мастер-классу елены корн да вот я его у нее училась как работать на этой машинке я связала вот такие носочки здесь у меня ализе суперлана тик одна ниточка серая и чё такая темно-серая это ализе lanagold а ализе суперлана тик серый цвет и ализе lanagold fine темно-серый и посмотреть получилось вот такое как будто ну там я не знаю как это называется helix или короче тут получился вот такой необычный градиент но тоже думаю что это не так страшно здесь вот присутствует вот такой шов шов меня не сшивается матрасным а вот как бы петелькой крючком сшивается это все имитация тоже петли но я как обычно по запарке я вязала все ну так это на левую ножку шов должен быть изнутри но я почему-то почему-то все чтобы я включила свою скорость да и связала это все на одну ногу ну думаю тут шва так не видно вот посмотрите ну вот тут ладно заметно так а а здесь вот не так сильно заметно поэтому можно носить хоть как так это номер два и вот носочки номер три это уже самой настюши будет думаю потому что те большеватые размера это на 37 38 вот покажу вот такой с наружной стороны здесь у меня тоже ниточка lanagold ализе lanagold fine и одна ниточка вот эта салатовая такая цветом полынь ализе суперлана тик но это у меня остаточки были тоже от свитеров я решила вот это все вот так и связать и поэтому то что я связала несколько носочков я решила что все надо отправлять посылочку настюша ждет поэтому все задерживать не буду а сейчас еще одну минуточку я вам покажу свой кардиган деда который я довязала не довязала а спрятала ниточки я фото сюда прикреплю на себе сейчас я покажу сниму видео а потом уже на улице я сделаю фото этого кардигана чтобы показать его в полную красу потому что я его сейчас в кадр не смогу втиснуть но сейчас минутку так девочки готовы вот он мой красивый стильный альпаковый мягкий у него невероятно теплый кардиган деда готов и он будет лично мне потому что эту ниточку мне присылала ой привезла алмагуля это моя зрительница и я ее считаю своей подругой она мне привезла классную классную бобинку кстати давайте я сейчас тоже эту бобинку покажу сколько у меня осталось сколько ее много у меня осталось а кардиган он очень длинный но я люблю длинные изделия сюда и чтобы это не было полностью таким как бы мятным вариантом я прибавила вот такую ниточку фуксии и здесь одну полосочку фуксии сделал здесь также просто связано квадратное полотно но кардиган у меня кровь попил вы же знаете да я показывала вам что там одна одно полотно было короче другой длиннее там усыхала высыхала короче прорастала но в оконцовке когда я связала все у меня все вот вот нет специальности сюда крючок подвесила да чтобы показать что все линии сошлись и спинка сошлась и линии вот по переду здесь я также сделала такую же китровочку но здесь у меня не полая резинка резиночка один на один и посмотрите какое полотно распушилась она нереально это это у меня одна стирочка что такое не фокусирует видите как красиво но теплое теплое а при парке когда отпариваешь полотно прям я же ну я же жила же с животными я знаю прекрасно как пахнет барашек прям копия барашек запах барашка вот алмагуля спасибо тебе большое за такой классный идеальный подарок который будет греть меня вот этой зимой и весной осенью скорее всего я и зимой даже его будут носить потому что у нас не так холодно как по идее спасибо большое сейчас попой ну я сделаю фото еще прикреплю сюда вы посмотрите возможно может сниму и видео так взяла отключалась чуть-чуть чтобы показать вам сколько у меня осталось мне кажется даже еще на один кардиганчик выйдет но нет я наверно своим деткам своей младшей свежу может быть и старший посмотрите вот такую классную бобинку не дарила алмагуль еще на мне конечно тоже дарила кое-какую пряжу я вам тоже ее покажу так надеюсь здесь будет видно так я правильно надеюсь показываю вот это вот так называется то есть наверное я артикул и все что надо показано ну вот смотрите у меня еще ее наверное примерно тут может быть 300 грамм а может и больше хотя она и легкая кажется но на вид она очень большущая так после этого как я это все завершил но если честно я вот пару этих кончиков только что спрятала у кардигана чтобы показать вам на вид ну что у меня на данный момент готовые так за это время за июль значит я спрятала кончики у кардигана деда моего ментолового да пришел привязала туда планочку потом довязала все вот с этим кардиганом все закончила и и моя дочь моя старшая дочь в кои-то веке решила заказать у меня ну попросила мне меня связать ей шапочку и свитер чтобы когда она уедет на учебу уже уже скоро она это и собирается сделать уже скоро мы будем ее провожать в другой город в алмагу она учится у меня на третьем курсе она попросила связать шапочку ей и свитерок свитерок я потом наверное как если когда свяжу я вам покажу а шапочку она попросила у меня вот такую она попросила кота шапку вот такой чепчик с ушками и я не раздумывая обрадовавшись обрадовавшись что моя дочь решила сделать попросила меня связать для нее что-то потому что обычно мне всегда горит мам вяжите на продажу не вяжите для меня я быстренько набрала просто на машинке набросовую нитку петельки провязала здесь 15 рядов вот до ушек это у меня ализе лана gold classic 141 цвет ниточка и решила связать вот такой чепчик но померясь сняв его ну я его его чуть-чуть связала потом сняла на спицы и начала вывязывать ушки и потом вот эти убавочки по задней стороне я поняла что этот вариант чепчика очень маленький на мою дочку ну не то чтобы визуально даже видно вот он получился очень маленьким я решила его не распускать я это все дело потом обвяжу хорошенечко и свяжу своему младшему сыночку пока пару раз носили в садик в таком варианте в такую жару я его отводила утром но потом просила воспитателя снять не одевать потому что это шерстяная моделька тоже вот после стирочки такой чуть-чуть распушилась изделие и взяв быстренько спицы в руки я уже это вязала спицами я не стала вязать на машинке боялась ее убить ну и не хотела брать свою ту трансформер модельку я взяла ниточки не приготовила этикетки чтобы сказать какой цвет кажется 210 ну короче я взяла ниточки суперлана ализе суперлана макси спицы номер спицы номер 5 это мои простые китайские спицы без всяких там там волшебных свойств просто вяжут и все и набрала я восемьдесят четыре петли и связала вот такой чепчик до короче смотрите восемьдесят четыре петли здесь у меня пять рядов идет платочной вязки и потом лицевая гладь я вязала здесь 18 рядов 18 рядов потом разделила это все на три части вывязала ушки у меня ушки восемь рядов подъема но получился реально такой шлем на мотоциклетный шлем для шрека как будто капюшон и показав его дочери моей дочери это понравилось но все равно смотрите даже если это по лицу идеально смотрится вот эта часть вот эта часть видите она все равно большеватая но я не захотела это все распускать я думаю пускай может какой-нибудь головастик появится который захочет иметь такую модель но в принципе можно знаете она она с одной стороны мне эта шапочка напоминает буденовку шапочку моего детства и вот по этому принципу я не тоже не стала распускать по этому принципу я связала за два дня этого у меня на каждую шапочку по два часа уходила четыре шапки это четырем ее подружкам моя дочь решила сделать такой как бы ну не благородный жест просто мы решили подарить ее подружечкам вот эти шапочки чтобы они вы как бы в алмате ходили модничали и хвастались и мне тоже хорошо сейчас я каждую модельку покажу так этот цвет у меня такой медовый ализе суперлана макси скорее всего двести десятый цвет да у меня оставался этот вариант от кардиганчика с лимонами да я вязала же до этого я же вязала модельку мама-доча с лимонами вот от этого у меня оставался один моток и чуть-чуть но на этот вариант у меня ушло где-то полтора мотка вот вот такой капюшончик получился ну пусть стоит может быть я тоже буду носить зимой затем я уже все измерив на своей дочери и по ее меркам связала вот такой чепчик здесь у меня также пять рядов лицевой платочной вязки до ушек у меня 16 рядов и вот когда вот 16 рядов я провязываю и уже к перехожу на лицевую гладь я разделила кстати не сказала девочки я много посмотрела мастер-классов у всех они по-разному но я на одном остановилась это мастер-класс вязание слона слона слонови ой у меня тут муха летает да наверное вы заметили связание вязание слонови вот у нее там есть чепчик детский из пухонорки но пух норки я ни в какую не буду вязать головные уборы из пухонорки потому что это нереально это липнет все на ресницы это лезет в глаза боже мне это муха бесит это лезет все в глаза поэтому я решила вязать из вот этих ниточек это тоже остатки здесь у меня ализа суперлана макси цвет 62 такой айбори цвет вот так же ушки я а ушки подъема у меня здесь уже не восемь рядов а шесть потому что дочь сказала это совсем большие уши как рога и все посмотрите вот я на себе продемонстрирую видите здесь уже нету такой вот как бы сборки можем этом ухо все в идеале дочь сказала мама пускай остается такого размера на младшей дочери тоже идеально смотрится здесь ничего трудного просто вяжите потом так же по типу детского чепчика можно это все здесь убавлять вот здесь просто ушки загвоздка только в ушах и их тоже не сложно шесть раз ты делаешь прибавки по это если у ланови посмотрите у нее есть этот мастер-класс затем у меня цвет 161 также ализела ой суперлана макси вот такая расцветочка вообще не 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 кажется что эта шапка это кота шапка мне кажется что это уши шрека шапка шрека я еще такую болотную свяжу или оливковую до фисташково вот она будет реально шрековская вот такой чепчик потом у меня пятьсот сорок первая расцветочка на себе продемонстрирую вам я не знаю какую дочка выберет померить сама выберет остальное подарим девочкам но думаю раз я уже как в руку набила то можно и повязать на заказ но я не знаю это у нас в шимкенте и навряд ли кто-то появится такой любитель таких экстравагантных шапочек скорее всего это все в алмате будет происходить если что буду вязать дочери она будет там их продавать а это у меня 141 кажется расцветочка и только что из-под спиц она у меня выскочила я быстренько отпарила это фиолетовый цвет тоже суперлана макси и на суперлана макси цвет 111 фиолетовый вот смотрите девочки какой красивый вариант шапочка у меня получился вот сейчас чуть-чуть высветляет а так по идее вот такой темненький красивенький цвет так это то что я связала а недавно я еще у меня и появилась подруга у меня благодаря youtube появилось много подружек и недавно смотря видео катюша это канал вязание я наверно сюда подпишу кажется вязание обо всем или обо всем и визу ну короче я сюда подпишу вы увидите катюша передавала мне привет сказание было так приятно честное слово катюш тебе тоже большой привет от шалпаны и сейчас у меня в планах девочки у меня поступил заказ я тоже вам говорила что буду вязать свитер как я вязала на стюше такой из пудровой расцвет такой персиковой расцветочки девушка которая заказала у меня такой свитер она захотела из расцветки вот такой здесь у нас ализе ангура голд цвет 0 2 видно надеюсь да и буду я вязать в две ниточки этот свитерочек вот я сейчас вот это все отправлю посылочку завтра суббота воскресенье я навряд ли буду вязать и подходить к машинке если только со спицами вогнюку к машинке я не смогу подойти сыночек будет дома поэтому из этой ниточки я начну вязать в понедельник перемотаю на моталке и начну вязать в понедельник свитер для осели оселя привет тебе большой оселя живет в октябинске и надеюсь что ей тоже скоро освежу этот красивый свитерочек и она будет модничать хвастаться в нем это мои планы на будущее а сейчас так я вам покажу свой процесс наверное только ну то что у меня есть по идее но я честно из него вязала только когда ехала по пути в козлорду у меня на канале есть видео поездка в козлорду там я показываю что я вот в обнимочку со своим процессом еду и вяжу повязать конечно не удалось ребенок был в машине поэтому было сложно вязать вечно отвлекалась и да еще хотелось снять для канала для вас наши красоты казахстана южного здесь у меня вот ну сейчас непонятно это реглан сверху это будет у меня простой такой базовый как бы кардиган либо кофта на пуговичках в школу для моей младшей дочери здесь у меня также подаренная пряжа от алмагули видите какой букляшек тоненький-тоненький букляшек и такте и вот такая ниточка ланаголд 800 цвет 58 он такой темно-темно-темно вот сейчас на камере он идеально вам передается он такой темный цвет одна ниточка ланаголд 800 и одна ниточка вот этого букляшика и это все вместе я хочу скомпоновать и связать красивый красивый нежный джемперочек для моей дочери видите какой у него красивый такой кудрявый ворсик скоро надеюсь я его довяжу и все в принципе у меня сейчас ничего нет но вот как только довяжу вот этот золотой такой свитерок то уже сяду за свои кстати мне надо еще моей дочери связать пару свитеров там они просто будут квадратного типа просто квадратные без всяких там головоломок однотонные оверсайз вариант и все все девочки наверное это все что я хотела вам показать если будут вопросы вы мне пишите мне нереально приятно да вот знаете когда мне поступают комментарии от блогеров мастеров это вообще что-то мне прям нереально становится классно недавно я по ссылке перешла на чат связальщицами из россии по ну как сказать светочка с канала вдохновение в петлях светлана нитинг вдохновение в петлях она объявляла что у них есть группа в телеграме по которой можно по ссылочке в которую можно попасть и я туда попала и благодаря этому я смогла списаться связаться со самой Светой вообще она классная девочка какая она классная таких людей наверное не бывает это один на миллион ну вообще у меня все девочки здесь хорошие я прям Марина Карлова мне тоже писала но почему-то мы с ней сейчас в последнее время перестали друг друга как бы видеть я ей тоже написала со страницы моей дочери в контакте хотела тоже чтобы мы смогли с ней общаться по ватсап ну так неудобнее вообще намного удобнее потому что у меня нету социальной сети вк у меня только вот ватсап инстаграм и ютуб и вот недавно я закачала вот этот телеграм теперь будем общаться ой все девочки со всеми с вами поделилась в этом видео вы еще посмотрели мои будни я сюда тоже их вставила потому что так когда я снимаю просто для того чтобы вы обо мне не забывали они не так продуктивные у меня как хотелось бы поэтому я решила что я буду иногда иногда кусочками вставлять и в вязание все мои хорошие надеюсь вам все понравилось я теперь в следующем включении покажу вам уже вот этот золотой такой красивый золотой богатый цвет свитер покажу то что я связала для дочери осталось совсем немного скоро она уедет боже у меня сердце болит лето нереально пролетело быстро не успели мы ей моргнуть глазом как уже август почти что скоро будет середина августа хотя сегодня 4 августа но для нас она быстро летит время нереально быстро летит все мои хорошие надеюсь в этом видео я кого-то смотивирую на такие кота шапочки на кардиган деда тоже кого-то смотивирую надеюсь что вам все понравилось всех люблю всех уважаю крепко-крепко обнимаю желаю мира, добра, благополучия и все что вы мне пожелаете пусть вам он вернется вдвойне вы дорогие мои если смотрите меня без подписки пожалуйста подписывайтесь на меня ставьте пальчики вверх комментируйте мое видео даже если вам что-то не понравится вы тоже можете прокомментировать написать ну все наверное буду с вами прощаться до новых встреч всем пока-пока так так девочки смотрите специально для вас на несмотря на такую жаркую погоду я хочу показать как сможет этот кардиган кардиган классный но вот к сожалению никак не могу вам показать его в полный рост я сделала короткое видео попросила сделать точку но она не так снимает как и хотелось бы посмотрите вот посмотрите какая красота думаю мне все к лицу любой вариант с любым вариантом вот у меня черное платье например можно и так носить сейчас покажу вам вот он вот такой длинный так что девочки если хотите связать такого варианта кардиган не бойтесь вяжите ничего сложного нету вот тут вот такой ворсик присутствует все девочки приятного вам спасибо вам то и точнее за просмотр спасибо за просмотр